Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Возгорание в техническом университете на улице Большая Красная заставило пожарных эвакуировать из здания более 20 человек. Причиной пожара стала внезапно взорвавшаяся лампа в одном из кабинетов на третьем этаже. Своевременная реакция очевидцев не позволила огню распространиться по этажу. Площадь горения составила около двух квадратных метров. Грубое нарушение правил водителям Гранта привело к аварии на проспекте Победы. Не обращая внимания на знаки приоритета, он выехал на основную дорогу и протаранил ехавшую там ладу Калина. Удар вышел боковым, но от этого не менее жестким. В ходе столкновения Калина отбросила на несколько метров и при этом развернула в сторону потока машин. Последствия аварии могли быть гораздо более серьезными. В момент потери управления в Калину едва не врезались ехавшие следом за ней автомобили. Несмотря на произошедшее, мужчина, сидевший за рулем Гранты, не только не поинтересовался состоянием водителя другой машины, но и предпочел отрицать свою причастность к аварии. За рулем? Нет. А кто? Не знаю. Выпивали сегодняшний? Нет. За рулем не были? Не выпивали. А что делать в патрульной машине? Вот пишут. Что пишут? Ну, что-то пишут. Отрицание очевидных фактов не помешало сотрудникам ГАИ оформить на мужчину протокол за вождение в нетрезвом виде. Кроме водителя, в салоне Гранты находилась его спутница. Девушка не могла не обратить внимания, что мужчина пьян, но, очевидно, это ее не смутило. Молодого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, разыскивают казанские полицейские. На днях в полицию обратилась продавец магазина, расположенного в авиастроительном районе. Девушка рассказала, что около 8 часов вечера в торговый зал вошел молодой мужчина. Он подошел к ней и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги из кассы. Девушка не стала перечить вооруженному человеку и выполнила его требования. Добычей злоумышленника стали 6 тысяч рублей. Во время расследования этого дела полицейские изъяли записи со всех камер видеонаблюдения, расположенных в районе. На одной из них потерпевшая опознала его. Если вам что-либо известно об этом человеке, обращайтесь в полицию по телефону, указанному на экране. На вид ему 25-30 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, лицо круглое, нос прямой. Во время совершения преступления был одет красно-черную олимпику с белыми лампасами на рукавах, черные трико и черно-белые кроссовки. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», продолжается. Уголовное дело в отношении троих жителей Альметьевска, которых обвиняют в незаконной организации проведения азартных игр, передано в суд. Напомним, в начале этого года полицейские накрыли подпольный игровой салон. Оперативникам удалось выйти на организатор незаконного бизнеса и задержать его. Как выяснилось, мужчина арендовал помещение, расположенное на первом этаже жилого дома. Туда он завез все необходимое электронное оборудование и открыл игровой салон. Кроме него, перед судом предстанут две девушки, которые работали в этом заведении. Существовало четкое разделение обязанностей. Один из обвиняемых являлся организатором и контролером всей незаконной деятельности. Девушки-операторы осуществляли пропускной режим и прием телефонных звонков от клиентов, желающих играть в азартные игры. Также принимали и выдавали денежные средства игрокам, предоставляя им доступ к играм. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Сегодня в поселке Аметьево загорелся деревянный сарай, расположенный между двумя жилыми домами. По словам очевидцев, огонь в считанные минуты охватил деревянную постройку и перекинулся на крышу гаража, оттуда на дом. Пожарным пришлось одновременно тушить один дом, а второй спасать от огня. В результате пожара никто не пострадал. Пламя полностью уничтожило деревянный сарай и крышу гаража. Один из домов пожарным удалось спасти, а второй серьезно пострадал от огня. Заезжих наркоторговцев из Сибири задержали в Казани сотрудники наркоконтроля. Двое жителей Омска приехали в наш город в надежде быстро обогатиться на продаже синтетических наркотиков. Однако мечтам о красивой жизни на новом месте не суждено было сбыться. Как признали задержанные, торговать наркотиками они начали еще в родном городе, однако бизнес у них почему-то не заладился. Поэтому сибиряки решили перебраться в другой город, вероятно, рассчитывая на то, что на новом месте дела у них, что называется, пойдут в гору. По словам задержанных, в Омске они непродолжительное время работали на автомойке и занимались наркозбытом. В столицу Татарстана они переехали, рассчитывая подзаработать как можно больше денег. По оперативным данным в Казани они рассчитывали задержаться на длительный срок. Съемная квартира стала для злоумышленников своеобразной базой для их незаконного бизнеса. Здесь они хранили крупную партию синтетики и тут же фасовали наркотики для продажи клиентам. Позднее при обыске у молодых людей изъяли 950 разовых доз спайсов. Товар сообщники прятали в нижнем белье. В общей сложности у молодых людей обнаружена огромная партия различной синтетики, готовая уже к распространению. Теперь двоим амичам придется еще надолго задержаться в столице Татарстана. Когда же они вернутся в родной город и вовсе пока неизвестно. Наказание за преступление, в совершении которого их подозревают, весьма сурово. Они могут отправиться за решетку на срок до 20 лет. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. А эфир продолжит тема с Алексеем Кулешовым. Продолжение следует...